Ребята, всем привет! Мы с Леной по-прежнему на Кипре, в Лимассоле. Сегодня приехали на встречу к нашим партнерам, можно даже сказать друзьям, потому что у нас сегодня встреча начинается с прекрасного вина и коньяка. Это чисто армянское гостеприимство, даже может быть армянское кипрское гостеприимство. Мы в гостях у компании CDI Group. Это один из самых известных застройщиков в сегменте элитной недвижимости. И мы сегодня поговорим с Александром и Давидом Петросян, братьями, основателями компании, руководителями о рынке недвижимости, о перспективах, о том, что происходит, о тенденциях. Я думаю, что это будет очень интересный и откровенный разговор. Поехали! Добрый день всем! Большое спасибо, что вы нас посетили. Здравствуйте! Я Александр. Я Давид. Мы очень рады, на самом деле, с вами познакомиться. Мы рады вашему гостеприимству. Мы с удовольствием посмотрели ваши проекты, изучили и уже предлагаем нашим клиентам. И ваш подход к позиционированию, к качеству строительства нас, на самом деле, очень хорошо впечатлил. Но об этом я предлагаю поговорить попозже. А сейчас и нас, и наших клиентов волнует очень ситуация на рынке недвижимости Кипра. Давайте вернемся к 2020 году, когда пришла пандемия, блокдаун, закрыты рейсы, когда отменили программу гражданства и весь мир. И, наверное, Кипр тоже ожидал, что будут какие-то катаклизмы, что рынок упадет, остановится. И что вы переживали? Что вы видели, как переживал рынок недвижимости эту ситуацию? И к чему он пришел сейчас? Когда вы говорите о том, что рынок недвижимости волнует, вспоминаю такую шутку, что меня очень сильно беспокоит Гондурас. Я думаю, что беспокоиться за рынок недвижимости не стоит, тем более, что в этом году мы фиксируем пики продаж за последние 14 лет. Более того, как известно, Кипр очень трудно понять в том отношении, что в 2008-2013 году люди поковали чемоданы, готовы были, так сказать, уже эмигрировать с Кипра куда-то. И в этот момент, непонятно каким образом, непонятно откуда, начинался бум на рынке недвижимости. То же самое происходит сейчас. Конечно же, известные события, которые произошли 24 февраля и по-прежнему, к большому сожалению, имеют место быть, они, в общем-то, безусловно, влияют на то, что большое количество людей и из одной страны, и из другой страны прибывают на Кипр, переезжают на Кипр. Значит, это просто как некая давность, которая, в общем-то, лучше приезжали по другим причинам, в общем-то, но по другим причинам тоже приезжают, безусловно, это, прежде всего, представители IT-индустрии, это цифровые кочевники, в общем-то, это достаточно сильный толчок придает рынок недвижимости на следующий день. Опять же, повторюсь, мы фиксируем пики продаж за последние 14 лет. В мае, в частности, да, с начала года рынок за 5 месяцев вырос на 42%. По сравнению с 5 месяцами, значит, 21-го года. А в мае был зафиксирован пик продаж за последние 14 лет. У меня вот в телефоне вся статистика всегда есть, свежая продажа гражданам Евросоюза, негражданам, локальные продажи. Значит, что касается вашего первоначального вопроса про 2020 год, программу отменили 1 ноября 2020 года. И поскольку был локдаун, было достаточное количество дистанционных продаж. Это была такая немножко необычная история, когда нашим сотрудникам приходилось ездить и показывать по WhatsApp проекты, заходить в квартиры, в дома. И вот как-то рынок вот так, так сказать, просуществовал, так скажем. В 21-м году, конечно же, продажи стали расти. Ну а вот 22-й год он оказался рекордным. Ну, наверное, да, вот как Давид сказал. В первую очередь из-за известных событий. Дело в том, что Кипр традиционно тихая гавань в этой части Средиземноморья, когда, например, конфликт там между Израилем и Ливаном очередной. Сюда приезжают и израильтяне, и ливанцы. И, в общем-то, на Кипре мирно сосуществуют. Как бы особых конфликтов, проблем мы никогда не видим. Ну и плюс наложилось здесь несколько факторов, в том числе, безусловно, это отложенный спрос после пандемии. И, безусловно, это тоже очень важный фактор. Не так просто их взвесить, что какой фактор внес больше вклад, так сказать, те цифры, которые видим, какой фактор внес меньше вклад. Но, тем не менее, как бы это, в общем-то, в одно время, в одном месте собралось несколько факторов, которые влияют на рынок в рост. Но рынок изменился в 2021 году или нет? Ведь было заявлено или строилось большое количество и небоскребов, и таких элитных проектов, направленных на паспортную программу. И застройщики оказались потом перед дилеммой, что с этим со всеми делом. Сегодня количество таких проектов, ну, явно должно уменьшиться. Или пройти какая-то трансформация и подстроиться под текущий спрос. Что вы видите? Ну, в целом, как бы, проекты, которые не строятся после паспортной программы, если говорить о высотках, их буквально единицы. И это нормально, здесь нет ничего, как бы, такого странного, потому что наши коллеги-застройщики, они либо немножко видоизменяют проекты, либо как-то подстраивают под текущий спрос. В целом, ситуация на рынке, она активная, живая, как мы говорили. И, в общем-то, все, что задумано, оно, как бы, реализуется. Премиальный покупатель, он никуда не делся. Безусловно, количество сделок уменьшилось в премиальном сегменте рынка в пользу эконом-сегмента, будем говорить. В этих случаях классический подход предполагает две стратегии. Одна стратегия, пытаться удешевить свой продукт, а вторая стратегия, наоборот, его, так сказать, добавить, его, значит, стоимостную ценность, скажем так. Значит, почему? Потому что тот премиальный покупатель, который есть, пусть и количество сделок сократилось, тем не менее, у него есть больше выбора, он более требовательный, он не будет идти на те компромиссы, которые шел в преснопамятные, так сказать, паспортные времена. И в этом отношении, как бы, вот есть два пути. Либо совсем вверх, либо пытаться его удешевить, значит. Ну, мы с вами, безусловно, согласны. Когда мы говорим о буме, значит, и о росте количества сделок и все такое, то речь идет, прежде всего, о более доступном сегменте. Ваша компания специализируется на элитном стрейкерсе. Вы не начали рассматривать свой портфель и проекты, которые, наверное, не эконом-класса, а попроще проекты? Спасибо за вопрос. Мы, значит, не планируем, по крайней мере, на данном этапе, мы не планируем уходить, так сказать, более... Это очень сложно и психологически, и по-всякому. Это я вас понимаю, потому что мы сами специализируемся в России на коммерческой элитной недвижимости, очень узкий сегмент, и мы стараемся держаться в нем, чтобы тоже не проваливаться в эконом. Да, здесь, знаете, не совсем понятно, вот когда работаешь, например, общаешься с покупателем, ты знаешь, что за спиной у тебя продукт, который вот по многим параметрам, ну, отличается, так скажем, он лучше, чем, так сказать, то, что он мог до этого видеть или после. И это придает очень большую уверенность. И ты эту уверенность передаешь на подсознательном уровне покупателю. Да, вот это очень важно. Удешевляться, более дешевые материалы, там, или локацию выбирать. Теряется вот как-то вот этот настрой, вот этот кураж. Поэтому, значит, мы как бы на данный момент продолжаем делать то, что всегда делаем. При этом, извините, я добавлю, по ценовой стратегии, ведь у нас цены не намного выше, чем конкурирующие проекты. Это разница на него. Если сравнить по спецификации, да, яблоки с яблоками, то, возможно, что у нас цены будут лучше. А мы-то и яблоки наши. Просто яблоки эти красивые, красные, так сказать, сочные, полные, да. Да, натуральные. Как все материалы, которые мы используем. Если можно, я тоже добавлю, хочу сказать, что мы как молодые пенсионеры, в общем-то, всегда стремились работать не просто за успех, не просто за деньги, но еще и, так сказать, испытывать от этого удовольствие. Вспоминается в свое время на курсах Executive MBA по стратегическому управлению, значит, говорили о том, что великие проекты и вообще как бы серьезные проекты получаются тогда, когда у стейкхолдеров этих проектов есть три составляющие. Это экономическая, значит, она вызывает страсть, значит, это очень важно, это мотивация, это все, собственно говоря, это бессонные ночи, это когда ты этим бредишь, когда тебе это нравится. И третье, когда есть возможность отличиться в том плане, что быть первым. Быть первым, невозможно быть первым в мире, наверное, да, в сегодняшнем деле. Но можно быть первым, скажем, в той или иной локации, первым в чем-то. В сегменте, в общем-то, быть первым. То есть там, где сказать, что вот я здесь один такой. Вот в этом плане чрезвычайно важный, значит, фактор, вот это второй фактор, о котором мы говорим, это когда твоя работа, твой продукт, твой проект вызывает страсть. Когда у тебя, так сказать, потухший взгляд, это... Ну, это в любой профессии, на самом деле, когда потухший взгляд, тебя не покупают, тебе не верят. Да, да. Любой деятельности, наверное. Но вы знаете, самое большое, у нас даже записанные видео, самое большое удовольствие в этой деятельности, когда, скажем, находишься на проекте с потенциальным покупателем, и он вот ходит, и ты на него смотришь, он прямо вот, он как будто летает, а не ходит. Ну и, конечно, многочисленные, очень много раз нам говорили, что, ну, как бы там выразить, что, ну, вот, наконец-то нашли на Кипре вот то, что, так сказать, нам понравилось, и то, что мы отценили. Мы часто слышим, скажем так, люди говорят, что вот не верим, что это Кипр, не верим, что, ну, действительно, как бы... Трудно с чем-то сравнить наш продукт, или когда... Он кому-то может нравиться, кому-то может не нравиться, это откусок не спорят. Или когда люди проходят мимо проектов, я проезжал случайно, и начинают их снимать на камеру. Вот посмотрите на камеру. Просто какая-то... Я мимо проезжал, куда-то ехал, и... Иногда приходят, руки вот так на забор кладут, и, соответственно, значит, вот так кладут руки на забор, и вот так просто смотрят, и мимо, опять-таки, проезжаешь или находишься на проекте. Ну, вот это действительно доставляет наивысшее... Ну, да, возобращение от большинства проектов в здания, и они сразу бросаются в глаза. Ну, в общем, уходить в эконом-класс... Не хочется. Мягко говоря, отдай мне. Хорошо. Значит, сегодня существует очевидная ситуация, что... И уже каждый, чуть ли не каждый день пишут и говорят, что на Кипре сегодня дефицит недвижимости. И дефицит всех сегментов недвижимости, и коммерческой, и офисов, и элитной, и эконом, и так далее. И, ну, понятно, что львиная доля покупателей – это покупатели в бюджете до 500 тысяч, до миллиона, и так далее. И, скорее всего, в этом сегменте больше всего и дефицит этот чувствуется. Можете прокомментировать эту ситуацию? И, конечно, насколько я понимаю, что вы как раз работаете с квартирами от миллиона и выше, да, в этом сегменте есть сегодня дефицит, да, и если есть, то какой? Вы знаете как, мы, значит, здесь вопрос больше в стоимости квадратного метра, нежели в абсолютной величине в плане стоимости, так сказать, квартиры той или иной. Не совсем так, что мы от миллиона и выше, мы запускаем в ближайшее время новый проект, и, значит, стоимость там будет начинаться примерно после скидок от 400. Ну, скажем, это студии, допустим, там есть односпальные квартиры, двух, есть шестиспальный пентхаус и так далее и тому подобное. Поэтому это не значит, что это эконом-класс, просто они маленькие, ну, в очень хорошей локации и все такое прочее. Вот, значит, действительно двигателем спроса являются молодые семьи. В основном представители IT-индустрии, финтех, значит, это, как правило, либо, значит, одиночки, либо молодые семьи, пара, максимум с одним ребенком, в общем-то. Они очень комфортно себя чувствуют на Кипре, с одним, ну, кто-то с двумя, ну, большинство это молодые люди, значит, это большое счастье для Кипра в целом. В целом, поскольку это динамичные, молодые, так сказать, прогрессивно мыслящие люди, и чем больше их будет приезжать, носители новых технологий, новых, новой индустрии и так далее. Я надеюсь, что, как бы, Кипр в этом плане на правильном пятидесят. Где точно острый дефицит, это на рынке аренды недвижимости. Вот там действительно очереди буквально стоят, и, ну, вот, сдается все по даже там за 8 тысяч, 10 тысяч, да, вот такого рода бюджеты в том числе. Но рынок, безусловно, этот момент выровняет. В частности, крупные IT-компании, с которыми мы общаемся, они планируют запустить проекты, как коммерческие, так и жилые, для сотрудников, для размещения персонала. Поэтому, я думаю, через пару лет, при прочих равных условиях, эта ситуация, она как бы сбалансируется, ну, рынок, так сказать, все расставит на свои места. Возвращаясь к ценам. Цены растут. Хотя, 20-й год, и, ну, там, весь мир говорил, Кипр рухнет, будем в пузыре, цены упадут, сейчас будут неимоверные скидки. Мы смотрим, застройщики не делают никакие скидки. Ну, да, стали гибче, более индивидуальный подход, но не делали. Да, и рынок никуда не рухнул. В 2021 году все начали говорить о том, что скоро начнется повышение себестоимости строительства, рост цены квадратного метра, цены будут подниматься. Тут пришел февраль, соответственно, марта и поток клиентов, покупателей тоже на Кипр, цены начали опять расти. Можете прокомментировать, чего больше в сегодняшнем повышении цен? Это доля роста цены себестоимости квадратного метра, все-таки? Или вот тот спрос, который произошел с марта, больше подогрел ситуацию и повлиял на цены? Скорее спрос. Скорее спрос. Что касается роста себестоимости строительства, безусловно, это отразится, ну, просто с каким-то лагом во времени. Через какое-то время можно будет сказать, что рост себестоимости играет основополагающее значение в росте стоимости недвижимости. На данном этапе больше спрос, да, безусловно. Хотя, значит, совершенно невозможно игнорировать фактор, это очень серьезный произошел скачок по целому ряду позиций. Это и арматура, и алюминий, и, значит, дерево. То есть ситуация, она достаточно в этом плане. Увеличились ли какие-то сроки по логистике, по доставке материалов? Да. Сильно? Достаточно сильно, но последние, я бы сказал, последний месяц-полтора ситуация стала немножко выравниваться, но были, в общем-то, неприятно. Ведь у проектов в сегменте элитной недвижимости там уже все прям, все супер-супер-супер, все наверняка из разных европейских стран, да, вы не разменивайтесь на какие-то такие вещи? Ну, значит, происходят странные события, вот, например, у нас в нашем проекте Ararat Grand Residences, значит, мы там будем применять, устанавливать high-end класса акустическую систему. Наш поставщик, который находится в Италии, значит, нам заявляет о том, что вот просто ничего нету, производится в Италии, это не Китай, это не Углосочная Азия. Вот просто ничего нету, все закончилось. Все, что можно было продать, продано, и заказы размещены, и, то есть, вот мы в таком положении. Цены выросли на 40%, в общем-то. Мы говорим, хорошо, мы готовы, мы согласны, никаких проблем. Ну, в общем-то. Ну, проект вы не корректируете в сторону облегчения, удешевления, не самую дорогую, какую-то, да, акустику, а проще, но тоже хорошую. Даже если, даже если где-то мы что-то упрощаем, это как вам сказать, вот, если нам первоначально планировалось 6 динамиков в бассейне, мы делаем 4, да, хотя обычно не делают вообще, поэтому, да, то есть, если для того, чтобы усиливался звук, предположим, с полутора, вот, мы сидим, мы ничего не чувствуем, мы сидим в ресторане, например, разговариваем с вами, и музыка нас не отвлекает, никак не беспокоит. Для того, чтобы почувствовать силу звука, нужно встать. Вот это о той системе, она называется KRA, о которой мы говорим. Значит, кстати говоря, они делали эту систему в Covent Garden и в La Scala, то есть, святая святых. Раз мы немного начали про Рарат, я хотел затронуть эту тему, в моем телеграм-канале развернулась целая дискуссия с одним из подписчиков и нашим тоже клиентом. Александр поступил в дискуссию, да, потому что я разместил информацию о проекте, я прозвучала фраза о том, что проект будет сдан до конца года, соответственно, клиент начал говорить, что да, он не строится, да, ничего не видно, никаких внешних факторов, скорее всего, будет задержка. Александр начал битву за правду. Александр, можете... Только аргументы. Да, только аргументы. На самом деле, проясните, рассказать ситуацию, потому что, да, проект внешне, там, может быть, не видно никаких изменений, что происходит на самом деле, какие планы по вводу в эксплуатацию и, наверное, важный фактор, какой объем продаж там уже совершен. Значит, ну, мы обсуждали, как бы, внешнюю отделку, мы говорили, да, переписывались, когда о том, что, поскольку здание полностью облицовано полированным травертином, несколько недель не было физических контейнеров, чтобы этот мрамор, это мы говорим месяц-полтора назад, вот, но он доставлен и сейчас, как бы, кстати говоря, если поехать и посмотреть с западной стороны, там устанавливается уже, так сказать, внешняя отделка. В проекте только две квартиры остались непроданы и пентхаус. Пентхаус у нас восьмиспальный, с тремя лифтами. Занимает все шесть верхних этажей проекта, ну и плюс... Ну, то есть, на такую большую многодетную семью или семью с Гарином. Да, ну, либо обычно люди, которые покупают такие объекты, у них есть помощницы, повар иногда, да, иногда там еще какие-то элементы обслуживания присутствуют. Поэтому, и на самом деле, он первоначально по планам был в четырехспальне. Это с рынка пришла информация, что нужно спален больше. Известный человек проезжал мимо и, вот, как бы, выразил, так сказать, проявил интерес, и просто оказалось, что четыре спальни для него мало. Поэтому мы немножко изменили, добавили уровень ниже. Значит, по срокам они, как бы, первоначальные, здесь изменения нет. Наш генподрядчик старается, безусловно, наверстать вот эти некоторые логистические, да, разрывы. Надеюсь, никаких форс-мажорных обстоятельств там вольных, дай бог, полномасштабных не произойдет. Что касается стадии строительства, это, знаете, обыватель, когда заканчивается железобетонная конструкция, краны уже не так активно работают, они просто не нужны. Ну, поднимаются, понятно, материалы, то есть один раз поднял отделочные материалы на какой-то этаж, там, лоудинг-платформ, они разгружены, и все, дальше уже рабочие работают над внутренней отделкой. Кран, крану не нужно для этого работать в том же интенсивном режиме, как это было, когда строилась железобетонная конструкция. Вот, но мы даже вот придумали, чтобы не было ощущений никаких посторонних. Мы сейчас баннеры заменим на одном фасаде, так сказать, по-новому сделаем немножко, ну, чтобы было видно, что, так сказать, работа идет. Мы просто официально заявляем, что строительство идет по плану, что еще тут сказать. У нас осталось в продаже только две квартиры, но все остальное опробовано. Ну, в проекте инфраструктура, если можно еще буквально минутку, полнейшая инфраструктура, это жилое здание, но с обслуживанием, как в шестизвездочном отеле. Два этажа спа, причем высокие, 13-й, 14-й, с прямыми видами на море. На девятом этаже Fine Dining ресторан. Мы вот выбрали название с нашим управляющим, шефом известным. На пятом этаже будет еще один ресторан. В концепции не будем пока раскрывать секреты. И на нулевом еще ресторан. Больше casual dining с коктейлями и прочее. Полноценный ресторан. У нас на нулевом этаже салон красоты. С крео-сауной, с кислородной комнатой, внутренне подогреваемым бассейном. Со всеми самыми модными видами массажей и прочее. Будет сигарная комната по уникальной, единственной в мире швейцарской технологии. Будет винный магазин в таком стиле итальянских подребов. Магазин деликатесов. Там же Oyster и Kevier Bar внутри. Внешне у нас теннисный код. Мультифункциональный. Надо добавить, что все, что мы перечисляем, это великие мировые бренды. Если мы говорим, например, о Kevier и Oyster Bar, речь идет о Prune. Мы не готовы разглашать остальные бренды в данный момент. Но, в общем, речь идет о высшей категории брендах, известных на сегодняшний день. Внешний бассейн 25 метровый. У нас 25 на 10. Он будет круглогодичным. Это большая редкость, потому что подогревать такой объем воды дорого. Мы придумали другое решение. В целом, это проект, где собраны все узловые элементы, которые там есть. Все самое наилучшее, что есть, по крайней мере, в Европе точно. Мы, например, думаем о каких мелочах. Например, приехал кто-то на подземную парковку из супермаркета. Можно, конечно, позвать консерджу, чтобы он помог. Но, например, нужно выгрузить какое-то количество пакетов с продуктами. Там предусмотрено специальное место для тележки, куда можно все сгрузить с тележкой прямо в лифт. И потом, соответственно, ее принести, поставить на место. Обо всем не расскажешь. Ну и, наверное, не стоит утомлять наших зрителей. Завершающий вопрос в нашей небольшой встрече. Кто сегодня покупает элитную недвижимость на Кипре? И изменился ли его портрет в 2019 году и сегодня? И самое важное, даже никто и из каких стран. А зачем? Раньше один из драйверов был получение гражданства. Зачем сегодня покупает элитную недвижимость на Кипре? Как это неудивительно, это люди, которые уже живут на Кипре, которые уже связаны с Кипром. Это люди, у которых уже есть гражданство. Многие процессы в глобальной геополитике происходят, которые, видимо, побуждают людей смотреть на Кипр немножко с другой стороны. И если какое-то время тому назад они не рассматривали Кипр как место поставленной дислокации, за последнее время много чего стало происходить. Люди обращают внимание на весьма мягкие налоговые режимы, да, не сильное налоговое резидентство, в общем-то, относительное спокойствие здесь у нас. И как бы вот это, видимо, сыграло очень такую серьезную роль. Плюс владельцы крупных компаний, которые переезжают на Кипр, им нужна недвижимость премиального уровня. Когда мы говорим о премиальной недвижимости, знаете, ведь в среднем ценовом сегменте, вот мы, например, открыли, можно сказать, сегмент на рынке, который называется affordable luxury. То есть это реально премиальный продукт. Это вот Пилгравия, Кенсингтон, Холландфар, Холдбридж, там и другие проекты, Акрополис, Никосин. Которые, в общем-то, по ценам среднего ценового сегмента продавались, но продукт, он был действительно премиальным. Если в товарной категории или группе удается создать такую подкатегорию, она бывает обычно самая успешная. Да, я согласен. Если брать, например, я не знаю, часовой бизнес, Патек Филипп, заявляется уровень бренда турбионом и прочими часами с complications, да, с... Да. Да. Но основная часть часов, которые продаются и создают выручку, формируют выручку, это, скажем, там до 10 тысяч франков. Почему? Потому что это... Потому что это luxury, это Патек Филипп, но это affordable, 5 тысяч, 7 тысяч, 10 тысяч франков. То же самое можно наблюдать в автомобильной индустрии, например, есть Maybach, S-класс, Mercedes, ну, C-класс, A-класс, E-класс иногда, вот они как бы самые популярные, то, что мы видим больше всего. В недвижимости, еще там какое-то количество лет назад, такого сегмента здесь просто не было. И мы решили вот в эту небольшой марже, потому что себестоимость, она высокая, но ты создаешь действительно что-то красивое, что люди могут себе позволить. Вот. Что касается Арараты, это действительно, это премиальный сегмент, это набережная, это другое, конечно. Ну, вот к вашему вопросу возвращаясь, потребителем именно премиального сегмента являются вот упомянутые нами группы. Там есть еще разные группы. Кто-то по-прежнему инвестирует, чтобы, значит, деньги не держать в банках, да, где отрицательные ставки. Кто-то, ну, там, не знаю, рассматривает покупку недвижимости в премиальном сегменте как способ диверсифицировать какие-то свои риски, ну и прочее, прочее, прочее. Снова стала актуальна тема запасных аэродромов. Да, 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 да. С этим я согласен. Александр Галит, огромнейшее спасибо за беседу. Вам спасибо. Все очень полезно. Спасибо вам. Будьте здоровы. Спасибо. Да, давайте. Финальный кадр будет именно таким. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...